всем привет сейчас занимаюсь консервации березового сока как я это делаю можете посмотреть ставлю большую кастрюлю здесь не березовый сок закипает здесь кастрюлька для стерилизации банок такая у меня штучка есть очень удобно ставлю единственное если будете покупать подобную крышечку лучше брать большую чтобы на любую кастрюлю подходила потому что если бы у меня не было именно этой кастрюльки она никуда бы не подошла тут как-то она прям удачно входит все вот баночку ставим стерилизуется пока банка стерилизуется березовый сок закипает кипит он у меня не больше пяти минут пока у меня все это дело в процессе я нарезаю апельсинчики и лимончики это все по усмотрению можно делать и без фруктов делаю с фруктами косточки лучше вынимать еще я использую смородиновые веточки уже они свежие маленько с почки уже начали открываться распускаться тоже придает свой аромат банки простерилизовались еще пару штук на подходе берем апельсинки лимончики можно так как вам хочется куда-то апельсины куда-то лимон но если вы не используете лимонную кислоту то лимона лучше класть побольше в каждую баночку чтобы кислоты было достаточно для того чтобы сок хорошо сохранился у меня лимончика было всего два потому что в магазине больше не было это не город что допустим можно в другой магазин сходить купить здесь их всего три магазина и вот на три магазина всего два лимона поэтому как то так вот я буду распределять если не хватит куда-то добавлю лимонную кислоту уже смотрите сами как вы относитесь к этому все-таки хочется чтобы все было максимально натурально лимонка это химия не натуральный особо то и продукт произвольно вот так делаем сахара у нас на литр одна столовая ложка его не надо слишком сладкий делать выпиваем мы его летом в основном все за лето уходит когда прохладно очень освежающий вкусный напиток получается если если будете добавлять лимонную кислоту ну где-то не полная чайная ложка на 3 литровую банку я надеюсь он у меня и так хорошо сохранится кому то нравится вообще без фруктов я пробовала делать отдельно с апельсинами отдельно с лимонными смородинами веточками и просто березовый сок с сахаром это на любителя наливать можно графинчиком чем вам удобно я на полотенчик расстелила чтобы банка не лопнула и здесь банки не хватило сейчас отдельно в маленьком ковшичке докипячу березовый сок чтобы заполнить банку чтобы не ждать долго пока закипает большая кастрюля крышки можно просто отдать кипятком не надо их кипятить все закручиваем вот сколько у меня получилось баночек 3 3 литровых и 4 2 литровых это за раз вот я сделала за сегодня завтра буду делать еще пока сок уйдет наготовим сколько хватит банок банок у нас мало надо докупать потому что консервировать начала много но эти баночки уходят быстро к сезону осенней заготовки консервации они уже освобождаются пользуйтесь рецептом всем спасибо за просмотр всем пока